Аутсорсинг персонала, привлечение рабочего персонала, не имея уникальности продукта. А что значит не имея уникальности продукта? Ну, грубо говоря, заработный проект в рынке, условия, которые абсолютно в рынке, но при всем при этом надо привлекать персонал. Все в рынке. Давайте тогда сейчас какое-то, может, формирование ОТП? Думаю, какой бы вам алгоритм подобрать? Я как врач, знаете, рецепты. Так, 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 сейчас. Вообще, конечно, в идеале их по порядку все делать, но там время займет. Так, итак, у вас продуктовая стратегия не подойдет. Ну, анализ аудитории тоже, как бы, аудиторию я свою с большего понимаю, знаю. Давайте уникальное торговое предложение ОТП вам сделаем. Давайте попробуем. Так, сейчас это у нас вот там, сейчас, шпаргалка у меня. Сейчас столько всего, что уже сама запуталась, кто есть где. Так, анализ аудитории. А, нет, не туда. Так, надо этот вопрос решить, чтобы было более понятно. Так, по-моему, позиция не... Да, создание ОТП, вот. Так, нам Just To Be Done надо сделать. Перед данным сделать Just To Be Done. Сейчас давайте тогда Just To Be Done пойдем. Попытаемся максимально это сделать эффективно. Так, название и описание продукта. То есть, получается, сам продукт, который у вас есть, у вас услуга по предоставлению... Персонала. Персонала. Угу. Для компаний каких? Рабочего, это персонала. Рабочего персонала, а не более того. Угу. Ну, для каких-то компаний, вот, или как это сделать? Ну, сегмент Ахорика. Угу. Там как-то вот так вот пишется правильно? Да. Ну, можно без точек. Ага. Ресторан об этом все-таки спутала. Так, есть. Сейчас Just To Be Done сделаем так, все, немного зачатываем. Да, Just To Be Done. Это, получается, клиенты нанимают продукт или услугу для выполнения определенной работы или задачи. Так, получается, Just To Be Done вашего продукта. Вы сейчас, мы почитаем и вы скажите, насколько это соответствует. Обеспечение качественного обслуживания клиента. Есть такое? Да. Гибкость в управлении персоналом. Да, сокращение затрат на найм. Да. Да. Четвертый, да. Пятый, скорее, нет, чем да. Угу. Шесть, да. Угу. Семь, да. Шесть. Восемь. Восемь, так. Экспертного специализированного, да, экспертного нет. Девять, да. Угу. На десять. Очень спорно. Три абсолютно. В одном пункте три подпункта. Убираем. Окей. Так, сейчас я вот Just To Be Done обычно копирую отдельно, чтобы он не переписывал. Я сейчас тут десятый убираем. Да. Дальше. Так, пятый, да, убираем. Его? Да. Да. Угу. Так, и где-то еще экспертного... Специалистового, слово эксперта. Угу. Все, Just To Be Done у нас есть. Отлично. Все, переходим. Так, дальше в Just To Be Done мы не пойдем. Сейчас, секундочку. Идем обратно. Очень быстро делайте, я не успеваю читать, что... А там, да, мы уже скопировали, мы сейчас делали. Сейчас дальше пойдем. Там уже, ну, главное, что вы утвердили эти параметры, а дальше мы пойдем. Нам просто их надо забить. Так, позиционирование, брендик, создание. Это же будет УТП для поиска объектов, а не персонала. Да. Нет, подождите. Это будет УТП для вашей компании, которая занимается поиском персонала, услугами для персонала. То есть сейчас мы это все сделаем. То есть ваш продукт. Полностью согласен. Но у меня УТП, оно есть в чистом виде. У меня основной вопрос, который меня интересовал, это поиск самого персонала, который будет выполнять эту работу. И вот на данный момент, я же озвучил в самом начале. Да, 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 я уже ушла в другое. Самого персонала. Грубо говоря, как завлекать этот персонал, который я буду передавать? Давайте тогда по-другому будем идти. Так, есть задача. Есть компания, которая занимается услугами по предоставлению рабочего персонала в сфере хорика. Задача, как найти тот самый персонал, как его завлекать, вот, и, ну, так, чтобы он на условия, которые абсолютно в рынке, приходил. Скажи, пожалуйста, какие специалисты могут помочь в данном вопросе? Так, сейчас по-другому пойдем. Так, я правильно сказал? Да, я успеваю читать. Маркетинг, специалисты продвижения. Подойдут эти товарищи? Ну, направление, да, в общем-то, но пока ничего. Ну, все, примерно я понял алгоритм. Все-таки это действительно надо полностью... Сейчас мы... Сейчас мы... Непосредственно работать по каждому направлению, проверять работоспособность моих специалистов. Нет, это получается, кто... Мы сейчас собираем мастер-группу, которая будет отвечать на этот вопрос. Да, да, все верно, вся... Да, предложи, пожалуйста, идеи для решения этого запроса, который я тебе написала выше. Там, конечно, лучше чуть-чуть по-другому, но мы зависнем надолго, поэтому сейчас я вам конкретные идеи сделаю. Так. Ну, тут, получается, мы не можем... Создание комфортного условия, это все рыночное, почему же я сказал. Это рыночное, да, да, да. Сформируется положительный имидж компания, это есть. Да, конечно, лучше через вопросы, там немножко другое. То есть, получается, да... Проектов нету, истории успехов нету. Социо-сайта, сотрудничественными заведениями нету, ну, потому что это так, это сезонный тренер-программ и рефералов. Нету хорошей идеи. Формирование корпоративных мероприятий лучше не делать. А сейчас давайте, знаете как, вы сейчас каждый вопрос, вот как вы говорите, говорите, вот это да, потому что, это нет, потому что. Давайте попробуем. Улучшение условий работы рыночное, не лучше, не хуже. Да, не делалось, два, не делалось. Три, три, один, да, три, два, нет, три, три, нет. Ну, лучше, конечно, говорите. Четыре, один, нет, четыре, два, нет. Ну, нет, не делалось, имеется в виду. То есть вы можете говорить, сейчас, секунду, я сейчас, сейчас немножко контекста, все замечательно в данной ссылке, он прям почувствовал, что не совсем то. Смотрите, как с ним разговаривать. Получается, вы говорите, что вот по первому пункту не просто это не делалось. Вот эта идея, я считаю, классная. Вот это мы делали. А эта идея, да, мне интересно, там, да, вот ты классно это предложил. А вот это вообще не подходит, потому что. Я просто боюсь, то, что я вам сейчас затяну. Ну, давайте попробуем хотя бы вот это вот сделать. Просто вот говорите, идея такая-то, она там подходит. Идея улучшения работы, конкурентноспособность предложения в рынке, система быстрых бонусов не разрабатывалась, комфортные условия созданы. А почему система бонусов не разрабатывалась? Что вы думаете об этом? Потому что здесь бизнес построен на разнице платежных составляющих и не более того. Дальше. Бренд, разработка бренда-работодателя в процессе разработки. Нет, все, принцип я понял. Просто, ну, я понимаю, что как с этим работать, и прямо у меня заинтересованность. Просто я боюсь затянуть сейчас вам чат. Ну, да, замечательная диапазония. Это что было? У него бывают иногда глюки, когда идет, ну, как бы несколько каналов связи. Ну, в общем, да, то есть получается, чем больше, что самое ценное. То есть это не просто контент мы там делаем, а когда вы с ним разговариваете, и вы обсуждаете, да, более глубинно, более подробно, почему так, почему это. То есть он, первое, постраивается под вас, и следующие идеи, когда вы говорите ему, перепиши теперь в соответствии с моими пожеланиями, он уже более целевые дает. И плюс, когда вы разговариваете вот так вот расширенно, вы, ну, как бы сами доходите, о, а мы это не делали, а почему мы это не делали? Да, Анна, я вот сейчас посмотрел, как бы ключевые тезисы, которые выдала система, да, есть над чем подумать, вопрос, есть ли... Дополнись, пожалуйста, третий выточник. Зачем? Я только эти заскринил. А я вам вышлю потом PDF-ку, все будет, оно все сохраняется. Я про то, что, смотрите, вы можете либо обсуждать с ним, либо просто масштурмить, еще, 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 там он 100 идей даст, а какая-то из идей вы... О, да, мы это не делали, почему мы это не делали? Можно же сделать так, так, так. Это будет максимально простая идея, которую вы, ну, легко можете воплотить. То есть не все он прям выдает с первого раза идеально, но когда с ним разговариваешь и общаешься, ну, как бы, вот так вот глубинно, то, естественно, вы приходите к какому-то действию... Я здесь полностью согласен, но он берет сегмент хорики именно не аутсорсинга, он берет... А вот и говорите ему, вы говорите, что ты вообще не то сделал, абсолютно. Я имел в виду вот то-то. Вот прям как со мной... Он дает сейчас на данный момент информацию вот абсолютно вот как для действующего HR отличного ресторана, вот, отличного комплекса, но эта информация не для аутсорсера. То есть ты сделал неправильно, а нужно дать информацию именно для компании, которая занимается аутсорсингом персонала, привлечением рабочего персонала. То есть вот то, что ты сделал, это не то, а нужно сделать, говорите. Предоставить сходную информацию и предложение для владельцев аутсорсинга. Все, то есть если он идет... Вот почему я говорю, что каждый раз... Так, подождите. Сейчас. Да, что-то. Ну, просто сейчас, да, идет два канала. Он рекламный предложение с пресс-прессором, которые были полезными для не сильного бренда. Вот так, про который еще. Ну да, почему вы? Вот. О, вот. Вот когда вы с ним спорите, типа, так, вообще не то. Прямо, ну, конечно, говорят, его лучше хвалить, чем ругать. То есть, но, тем не менее, я всегда говорю, так, почему ты вот это так сделал? Ну, типа, сделай вот так вот. И как с человеком? То есть представьте, что у вас есть такой уникальный сотрудник, который обладает всей информацией. Но для того, чтобы он работал именно как нужно вам, вам нужно ему объяснить, что надо сделать. Он может уходить не в ту сторону, он говорит, нет, не то. Вот как вы мне говорите, да? Он не то делает. Вы говорите, нет, не то, делай то-то. Все. И он уже... И опять же, когда... Вот, ну, как бы уже есть предложение. Вот. Ну, да, вам просто нужно, как бы, как бренд... Хочу, дайте два. Ага. Ну, вы можете написать как раз, вот, по-моему, вам писали, да, вчера, вот, мы, менеджеры. Вы можете ей написать, вот, она, ну, и дальше уже получить особые условия. Да, бог с ним, с особыми условиями, но на данный момент мне очень сейчас интересно вот это, потому что есть некоторые направления, которые действительно было бы интересно расширить. Угу. Ну, сейчас вот еще пусть пишет, пусть старается. Ну, в общем, тогда сейчас я вас зафиксирую, чтобы... Ну, либо свяжутся тогда с вами. Сейчас я тогда тоже отписываю с просьбой, чтобы со мной связались. Да, 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 и там уже девочки расскажут вам, какие следующие действия. Ну, действительно, инструмент из будущего, которым, ну, просто грех не пользоваться. Нет, инструмент на удивление зашел, как бы, главное направлять. Да, да, главное направлять и не стесняться. Главное, чтобы ваши девочки научили меня его направлять. Я-то его направлю. Направим, да, там все ведем за ручку, до результата устанавливаем все, все это делаем. Поэтому тут в любом случае вы, как бы, до результата доводим. Анна, вам спасибо, как бы, ну, опять же, увидел то, что увидел, как бы, и, ну, есть. Уже нельзя развидеть, я хочу сказать, знаете, кто увидел, развидеть нельзя. Как мне становится укушенным. Я бы попробовал поработать с этим инструментом, не знаю, насколько он будет эффективен в моем направлении. Если по алгоритмам будет, вы сделаете, если делать все вот как-то пошагово, то однозначно это будет эффективно. И с учетом того, что, как бы, знаете, я чувствую людей, которые горят этим, то вы будете пользоваться и достигнете успеха. И хочется тоже на вас сделать такой классный кейс кратного увеличения дохода благодаря GPT. Мне будет приятно. Спасибо, спасибо. Все, не смею тогда задерживать, отключаю. Спасибо еще раз. Да, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.